Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала People Life. Наш канал посвящён прогностике и формированию событий будущего. На нашем канале собрано много мастеров, эзотериков, практиков, психологов и других различных направлений. Моё имя Нонна Муссолян. С вами, как всегда, на связи из студии работает мой коллега и соведущий Алексей Курбан. И наш сегодняшний гость со своим прекрасным ежемесячным прогнозом, мастер китайской метафизики Давид Векуа. Давид, приветствуем тебя. Приветствуем. Всем привет. Привет, ребята. Привет подписчикам канала. Не терпится уже узнать, какие энергии придут в июне месяце. Обычно китайский прогноз проигрывается где-то после первой декады месяца. Дата съёмки нашей сегодняшней интервью — 6.06. Месяц какого животного, какие энергии зайдут, какие события ждут Украину, мир и как это будет отыгрываться в дальнейшем? В июне 2023 года с точки зрения китайской метафизики эта энергия называется «Месяц земляной лошади». Понятное дело, что это экстремально сильный огонь, потому что энергия тепла и жара достигает максимума в этом месяце. И у нас летнее солнцестояние — это будет пик как раз вот этой вот огненной энергии. Но примечательно и интересно следующее, что взаимодействие энергии вот этой земляной лошади или месяца июня с энергией водяного кролика или энергией 2023 года комбинация этих энергий создаёт и рождает огонь дополнительный в небе. У нас в мае был месяц огненной змеи, и мы в прогнозе говорили о вероятности и рисках повышенных взрывов, пожаров, ракет и так далее. И мы всё это в мае увидели, было такое интенсивное усиление. То в июне можно сказать, что это взаимодействие ещё сильнее становится. То есть там это просто был огонь в небе, а здесь огонь в небе рождается. То есть его становится много, он экстремально сильный, он в сезоне. Поэтому мы ждём, прогнозируется неспокойный месяц, продолжение неспокойной обстановки, неспокойной ситуации. Но вот что интересно. Водяной кролик и земляная лошадь. И вот эта земля забирает в воду года, вода исчезает и рождается огонь. То есть что-то происходит с большими массами воды, что-то происходит с водой. Для Украины это может означать либо какая-то морская или военная операция. Но мы сегодня, прямо 6 числа, увидели, узнали о том, что подорвали Каховскую ГЭС. И это прямая реализация этих энергий. То есть вода приходит в движение и рождается огонь. Огонь — это взрыв, вода пришла в движение. Мы увидели на примере этого события, что это неблагоприятная реализация уже есть. Кроме того, для Украины вот этот появляющийся огонь, я сказал, он будет провоцировать взрывы, пожары и продолжение ракетной всей интенсивности. Мы должны быть к этому готовы, должны реагировать на все воздушные тревоги. Сейчас как раз такое время, когда особенно это важно. Если говорить с точки зрения политики, то для Украины прогнозируется появление новых государств, которые выразят поддержку Украины, которые сгруппируются вокруг Украины. Не только тех, которые поддерживали до этого, а какие-то новые государства, которые будут помогать Украине. То есть появление, возможно, очень я лично жду Индию в этом перечне, потому что они до этого все время занимали какую-то такую взвешенно отстраненную позицию. Но после саммита G7 и участия Зеленского и личной встречи с МОДИ есть гипотеза, что Индия может так или иначе ближе присоединиться к Украине в этом конфликте и будет нас поддерживать. То есть вот если говорить для Украины, то непростое время, не самое худшее на самом деле, бывало и хуже. Мы уже много всего более тяжелых моментов пережили, но месяц непростой. Давид, а меня интересует вопрос кармы в контексте того, что сегодня произошло с Каховской ГЭС. Мы знаем, что карма преследует человека за его деяния. А насколько может быть сильна карма за такой большой ущерб природе, как результатом чего стал подрыв Каховской ГЭС? Это же животное, это же большое количество растений, это большое количество просто энергии. Природа может найти того, кто отдал этот преступный приказ, тот, кто его выполнил? Чисто вот с энергетической точки зрения. Или человек, который делает такое деяние, думает, что ну я же собственноручно не причиняю вреда ничему живому. Сейчас, здесь и сейчас, я же просто нажимаю на кнопку, как вы считаете, кармически это большое преступление подрыв Каховской ГЭС? Я скажу так, что это событие однозначно, там тысячи, даже десятки тысяч людей, которые требуют эвакуации, там уничтожены, ну по сути жизни людей, которые там были. Ну я имею ввиду жизни в плане того, что они строили жизнь, и очевидно там есть и пострадавшие и так далее. То есть это очень просто всё проигрывается и реализуется. Смотрите, 2014 год, захват Крыма и начало войны на Донбассе. Всё и российское руководство, и российское общество говорит, нас там нету, это не мы и так далее. Сегодня на территории Белгородской области у нас российский добровольческий корпус, легион свобода России, которые там устраивают войну им. Похоже ли это на карму или нет? Конечно. Похоже. То есть это абсолютно идентичные вещи, очевидно украинские разведчики, они курируют эти подразделения. То есть вот прямая реализация. Но здесь какая история? Коллективная ответственность, она намного сильнее индивидуальной ответственности с точки зрения энергии. И люди, которые так или иначе вовлечены в поддержку разрушения, они неизбежно будут вовлечены в разрушение их жизни или всего, что находится вокруг них. Это печально. Я на самом деле искренне не желаю никому, хоть мы и переживаем эту войну и кучу смертей, но я не желаю смерти ни российскому народу, ни белорусскому, никому не желаю, потому что это слишком… Это говоря о карме, да? То есть понятное дело, что я испытываю агрессию, как любой человек, в моменте, когда какие-то события происходят, но осознанно я не желаю смерти государству, которое нас атаковало, как бы это ни звучало парадоксально. Но от моего желания или нежелания мало что зависит. Эта история, она работает сама, автономно. То есть это механизмы всемирные такие, да? То есть где-то испарилась вода, где-то выпадет дождь. Нет никакого злого умысла у дождя или у испарённой воды. Просто так происходит. Так и тут. Вы спровоцировали и поддержали экологическую катастрофу и вот эту историю. Неизбежно это будет происходить и там. И это, опять же, не зависит от моих желаний или пожеланий. Такие законы. Давид, ещё маленький уточняющий вопрос. Мы заканчиваем беседу с тобой всегда вопросами о том, какие благоприятные и неблагоприятные дни нас ждут в месяце, в нашем случае в месяце июня. А конкретно этот день, день 6 июня, возможно, есть у тебя в записях где-то, что на этот день планировалось или какой был прогноз на этот день? Совпадает ли он с тем большим трагическим масштабным природным событием, как подрыв этой дамбы? Ну вот смотрите, тут выходит так, что почему мои прогнозы, и я всегда прошу вас записывать интервью со мной позже, чем календарный месяц, потому что с точки зрения энергии месяц начинается, ну он смещён, он не идеально календарный, да, календарный он упрощён для того, чтобы нам было удобно в социальной жизни. С точки зрения энергии, энергии смещены. И как раз сегодня, 6 июня, как раз и начался месяц земляной лошади, которая и забирает воду, приводит её в движение и рождает огонь. То есть это прям, ну то есть сегодня начало энергетическое месяце. Мы сегодня записываем интервью, и сегодня ночью произошло это событие. Поэтому как раз эта энергия, которая привела эту воду в движение, ну то есть эти события, они синхронны с точки зрения энергии. Можно ли было избежать этого? Да, конечно, можно было. То есть это был бы просто более засушливый период, если бы действия людей не были бы вот такими, как мы видим. То есть они в любом случае, любое разрушение — это нарушение природного хода вещей. Вот так. Очень прекрасная фраза. Любое разрушение — нарушение природного течения всех событий. Ещё буквально пара вопросов, и перейдём к главному. Благоприятные и неблагоприятные дни. Июня, Нонна, прошу. Давид, так же традиционно, поскольку мы с помощью китайской метафизики можем понять, что есть определённые астрологические аспекты в натальных картах глав государств, а от их решений зависит много, и они у нас символизируют как бы, да, папу страны, отца, как солнце и так далее. Что ты видишь на июнь месяц в натальной карте Владимира Зеленского и Владимира Путина? Что ждёт их, и как это может отразиться на событийном ряде, соответственно, в России, в Украине? Анализируя карту рождения Владимира Зеленского и энергии июня, можно заключить следующее, что его давление на первые страны мира усилится, он это давление будет ещё больше реализовывать, и его давление будет такой силы, что они будут, возможно, будут менять векторы своих действий. То есть о каких странах мы говорим? Мы, очевидно, говорим о США, Великобритании, Индии и Китае. То есть более, ну, очевидно, это основные игроки, есть там и другие страны, но мы их всерьёз не рассматриваем как первые скрипки, да. И есть международные крупные организации, такие как ООН, такие как НАТО. То есть влияние конкретно куда направление действий будет не ясно, но 100% куда-то в эту сторону. То есть его давление вовне усиливается, и они подчиняются, и не только подчиняются. Вообще, ну, если в лоб читать эти энергии, то получается так, что власть над Зеленским, ну, условно, да, то есть те люди, которые ему дают добро там на поставку оружия, на поддержку, ну, они для него де-факто власть. То есть они говорят, будет это или не будет. Структурно и иерархически они для него власть. И власть, сливаясь с его действиями, становится братством. То есть была власть, а стали партнёры, стали коллеги и друзья. То есть, возможно, сегодняшние события, которые связаны с Каховской ГЭС, возможно, они будут поводом для усиления давления, а, возможно, ещё какие-то события произойдут или его действия, то есть или Зеленский предпринимает какие-то дополнительные усилия. Но вектор развития событий для Зеленского именно такой. То есть я уже не первый раз говорил и продолжаю это говорить. Нам очень повезло с той удачей, в которой находится Владимир Зеленский и с той картой рождения, которая есть именно у него. Опять же, отходя от личности, отходя от персоналия, исключительно оперируя астрологическими какими-то терминами. Если говорить о военном преступнике Путине, то для него рождается, энергия рождает ещё больше претендентов на новый российский порядок внутри России. То есть те силы, которые мы сегодня видим, Пригожин, Кадыров, РДК, «Свобода России», кроме этих сил в июне рождается ещё больше. То есть мы увидим, скорее всего, такую многополярную, политическую и, возможно, уже и военное противостояние внутри России. Возможно, новые регионы будут каких-то своих представителей поддерживать, и они будут выступать с какими-то инициативами. Возможно, какие-то политические силы внутри России обозначатся и займут какие-то позиции. Но для Путина, для него в мае было просто усиление конкуренции, и мы увидели и выступление агрессивнейшее Пригожина, и появление, по сути, новой военной силы. Опять же, речь о добровольцах и повстанцах, и партизанах России, которые атаковали и Москву, и Московскую область дронами, то в июне их становится ещё больше, и мы увидим новую картинку военно-политическую России. Она, конечно же, не окончательная, но новые силы обязательно появятся. То есть вот если говорить про президента Зеленского и преступника Путина, то примерно такие взаимодействия с их картами рождения энергии июня. Подчеркиваю для себя, хочу сказать, вот слушая со стороны, что каждый месяц в судьбе Украины и судьбе России, это как маленькая ступенька, поднимаясь на которую, мы ещё чуть-чуть больше видим в перспективе, чего же ждать и что будет как с Россией, так и с Украиной. Давид, по традиции, благоприятные и неблагоприятные дни, июня месяца. Также напоминаю нашим зрителям, что наши разговоры с Давидом специально выходят немножечко позже, чем начало июня. Сейчас я это уже себе запоминаю на будущее, потому что раньше не мог сопоставить, а сейчас понимаю, что энергии месяца немножечко сдвинуты, а не так, как у нас идёт календарь. Первое число, и первого числа начинается там июнь или июль. Расскажи, чего ждать в июне. Сегодня мы берём блокноты и записываем. В июне у нас, ну, традиционно, давайте выделим неблагоприятные и благоприятные дни. К неблагоприятным мы отнесём 11, 14, 23 и 24 июня. Напоминаю тем, кто, может быть, первый раз смотрит. В эти дни я не рекомендую начинать новые какие-то важные дела, принимать судьбоносные решения, выяснять отношения или выходить на новую работу, переезжать и так далее. То есть эти дни надо прожить так, как вы и жили до этого, и не дать негативной энергии возможности реализоваться. Но это условно. Чем больше вы проявляете внимания и осознанности в эти дни, тем меньше они на вас влияют. Чем больше вы теряете точку контакта с окружающей реальностью и с собой, тем выше вероятность и риски ошибок в эти дни. Теперь к благоприятным дням. 10 июня, суббота. Здесь у нас по китайской метафизике звезда добродетели им. Это означает энергию, которая позволяет налаживать отношения с другими людьми. Если у вас с кем-то напряжённые отношения или испорченные, в этот день энергия позволяет наладить отношения. Кроме того, любые романтические, семейные, свадебные отношения, то есть всё, что связано с романтикой, отношениями, в этот день отлично подходит. Можно звать свою половинку на свидание или назначать на этот день какую-то первую встречу. То есть всё, что касается романтики, этот день подходит. 15 июня, четверг. У нас в этот день господствует звезда хранилища. Она называется в китайской метафизике. И она благоприятна для всех вещей, которые связаны с недвижимостью. Сдача аренды в недвижимость, продажа, покупка недвижимости, заехать в новую квартиру или в новый офис. Прекрасный день. Купить земельный участок. То есть всё, что так или иначе связано с домом недвижимостью. Супер классный день. 15 июня, четверг. Значит, 17 июня, суббота. Здесь у нас звезда добродетели Ян. Она как раз есть звезда добродетели Инь. Это всё, что касается романтики, отношений такого скрытого и более чувственного. А звезда добродетели Ян – это всё, что проявленное, всё, что активное, всё, что связано с прибылью, бизнесом, взаимодействиями с партнёрами. Я имею в виду бизнес-партнёром. Всё, что связано с прирастанием денег и прибыли, с началом новой работы, с началом новых проектов и так далее. Всё, что вы хотите, чтобы прирастало, начинайте 17 июня в субботу. Звезда добродетели Ян будет вам покровительствовать. 21 июня – среда. Это у нас день летнего солнцестояния. Важнейший день – ключевая точка года. Из четырёх точек состоит, мы уже об этом говорили, два солнцестояния и два равноденствия. Соответственно, точка равноденствия задаёт то, как у вас будут развиваться события, следующую четверть года до осеннего равноденствия. Летнее солнцестояние. То есть этот день подходит в большинстве случаев для духовных практик, к медитации и всего, что связано внутри. Надо держать правильное благоприятное состояние внутри, не реагировать на внешние какие-то события, раздражающие факторы, а держать состояние, которое направлено на умиротворение, на всё хорошее, на всё доброе. Если получится этот день пройти таким образом, то вы добавите себе вот этот вектор до осеннего равноденствия. Дальше у нас, благоприятно, мы ещё один день отнесём, это 27 июня-вторник, и называется этот день ресурсный день. Всё, что направлено на поиск новых клиентов, на увеличение продаж, на прибыль, которая может быть с многолетним эффектом развиваться. То есть тоже финансовые такие, для деловой, для бизнес-активности и коммерции. Шикарный день, 27 июня-вторник. Вот это то, что по июню, какие дни я выделил, как благоприятные и неблагоприятные. Прекрасно, спасибо большое. Дорогие зрители, если не запомнили, пересмотрите это видео ещё раз. Давид рассказывал о благоприятных и неблагоприятных днях июня. Напомню, что у каждого действия есть свой момент. И если его сделать в правильный момент, это действие, то, соответственно, ваш потенциал мысли, который вы вкладывали в это действие, плохой или хороший, у каждого свой, он будет или увеличиваться, или уменьшаться. Пусть ваш потенциал в хороших делах всё-таки будет больше, чем в плохих. Давид, спасибо большое. Благодарим тебя за небольшую вводную информацию по июню. Будем стараться жить по всем только благоприятным дням. Благодарим. Благодарю вас. Благодарю за возможность общаться с вашей аудиторией и давать подсказки, которые я могу. Спасибо всем. Спасибо большое. Себя поправлю не жить по благоприятным дням, а жить таким образом, чтобы каждый день был благоприятным. С нами на связи был Давид Векуа, мастер китайской метафизики. Подписывайтесь на все его соцсети. Мы оставим под этим видео. У Давида есть и Инстаграм, и, мне кажется, и ТикТок. Большое количество социальных сетей, где вы сможете, следя за Давидом, подчеркнуть много интересной и полезной информации для себя. Если же у вас возник какой-то вопрос, оставляйте его в комментариях. Интересно тоже почитать и послушать. На этом пока что всё. Берегите себя, берегите своих родных. Всё обязательно. Будет хорошо. До встречи в следующих выпусках. Пока. Субтитры подогнал «Симон»